Всем привет дорогие друзья и гости канала. Сегодня мы с вами вернули в игре фермер симулятор 15 на карте 1 российский край. Это карта которую я сделал для этой игры. Ну и продолжаем развивать с вами нашу карьеру. Сегодня мы начнем уборочную зерновую и начнем ее с пшеницы. Давайте я вам покажу. Вот у нас созревшая пшеница. Десятое, девятое, восьмое и седьмое поле. Начнем традиционно с маленького клочка вот этого десятого поля. Работать я начну с нашим новым тормом 740. На нем сегодня поработаем. Пока отправлю сюда один, мужики тоже потом отправятся на комбайнах. Все как положено. Так. Садимся в наш комбайн. Сейчас мы будем запускать. Так. Колески чуть-чуть подспустили. Надо будет накачать потом. Видите, передние колеса подспустили. Ладно. В принципе не критично. Так. Заводим. Также хотелось бы попробовать эту новую жатку 9-ти метровую. Потому что я не знаю как она вообще работает. Будет ли она нормально убирать. Так. Здесь мы ворота с 9-ти метровой жаткой конечно же не пройдем. Так. Давайте сделаем назад. Проходим. Так. Давайте мы ее поднимем. Комбайн кстати можно бы уже наверное разложить. Так. Ну и потихонечку поехали. Прошли-прошли. Едем с вами на десятое поле. И там приступим к уборке. Так. Пройду я здесь между этими Камазами и складами. Прошел. Все нормально. Кстати. Что оно у меня сложилось? Или это я нажал? Наверное я нажал. Так. Ладно. Все. Пока поехали. Сами приступим. Да. Потом к тому же все остальные присоединятся. Ребят. Сейчас мы доберемся. Так. Вот вот каким боком но лучше проехать. Давайте я наверное пойду верхом. Так. Все. Едем. До десятого поля. Комбайн новый. Работает хорошо. Посмотрим как он в деле. Какие же огромные поля. Да. Смотрите. Вот просто такие площадя. Пассивные. Вообще. Там вот тоже на той стороне 17, 18, 19 поля. Здесь вот до 8, 9 поля. Тоже блин. Можно сказать и конца и край не видно. Вот еще бы конечно первое поле купить. Огромное. Самое большое. Но пока таких средств нету. Может быть в этот раз если продадим весь урожай то возможно будут средства на покупку первого поля. Забыл вам сказать что картошки мы вывезли с 13 поля на 371 644 литра. Такой очень хороший результат у нас получился. Так. Добрались практически. Ну смотрите тоже поле. Охренеть какое здоровое. Так. Ну что. Будем начинать убирать. Давайте прям вот так захожу. Не по часовой стрелке. Включаем. Отделение саломы выключено. Так. Ну все. Пока крутится, вращается. Поехали. Все. Вроде работает. Захват есть. Ну вот такой жаркой я думаю должно пойти. Хорошо у нас дело. Что тут сейчас? Три прохода. Наверное. И все. маленького этого поля в один вектар нету. Ну в общем, ребят. Продолжаем с вами работать. Так. Пришли к нам еще два комбайна работать. Один под управлением Петровича. Другой под управлением Михалыча. там GS12 и Acros по-моему 560-й. Я сейчас отсюда не вижу какой именно. Потому что я их отличаю. Если издалека по цвету колеса. У 560-го у нас по-моему красные колеса, а у 535-го белые. И отсюда вот я полухаю же. Мне кажется, что 560-й. Также приехал у нас Алексеевич на КамАЗе. Он стоит. Но он ждет, пока мы ему выгрузим. Так что у нас там еще там полный наполнять наш бункер. Ну и я думаю, что давайте мы наверное сами отвезем один рейс на КамАЗе. На этом, как мы выгрузим. Я, кстати, немножко неправильно хожу. У меня получается, что загрузка получается уже 5200, да? Потому что у меня шнек именно в сторону урожая, а не в обратную сторону, чтобы под разгрузку было удобно к грузовику подъезжать. Ну мы в принципе все равно сами пока ко мне будет подъезжать. То есть мы сейчас как пройдем, так сами мы подъедем и разгрузимся. Ну тут от широкой стороны придется салонин со второго прохода делать. Потому что помните, если я убирал это поле когда-то на поле си GS10, тогда тут было тяжко. Я тут много очень проходов делал. По-моему, я в GS10 убирал, я сейчас точно не вспомню. Да, поля, конечно, чумовые, здоровые. комбайны там газуют, работают. Так, не пропускаем. Как раз я сейчас до него может быть добегу и будет полный бункер. Хотя скорее всего нету, она наполнится быстрее. сейчас посмотрим, тут уже стекло закрыло. Так. Бункер тут у нас больше, чем на акрасе. Там у нас 9000 литров. А здесь по-моему 12. Но сейчас как раз это мы выясним. 9000 литров мы уже прошли. Вот такое у нас немножко неровное поле. кстати уже горочка приближается к верху. Странно, да, как где-то местами хорошая урожайность где-то вообще что-то не прибавляется. Или полный. А, не, это скорее всего просто не показывает больше то есть все полный. так я так понимаю что это 12000 литров. Поедем разгрузимся в КамАЗ. Мы наверное сами КамАЗ да, обгоним. Так разгружаемся. Пошло дело. Что-то много интересно влезет, все вся влезла все поехали сами кстати я говорил что мы купим магнитолы в нашей КамАЗ да мы так и сделали я купил 6 пионеров он видите стоит у нас он какой-то там 1700 дн 1700 вроде называется такой из недорогих с USB и там все как положено с диском сейчас я правда вам включить ничего не смогу если только радио потому что ну нет у меня ни флешки ни диска ни какого ну вот в общем 4 магнитолы по-моему уже поставили 3 или 4 там музыки возились вот а 2 еще лежит может быть еще какой-нибудь воткнем в МАЗу там надо может что поставить потому что МАЗу не ставили так не добрались сюда еще комбайн но тоже практически наполнились там сейчас тогда будет сказать водителям комазистам чтобы тоже приехали разгрузили комбайны конечно так на КАМАЗе ты едешь быстро а вот конечно комбайн туда гнать на поля далеко очень но обычно конечно именно с самоходом гоняют использовать какой-то трав мне кажется не очень целесообразно в нашем случае так КАМАЗ чистенький как бы тут грязь сегодня испачкать сразу же так нагрузка тоже видите чувствуется колеса промялись немного заезжаем и разгружаемся интересная кучка хоть вылезет чуть-чуть вылезла так ну в общем отправляемся назад нашему комбайну и ребят продолжаем работать так ребята вырезаю последний клим и перебираемся на большое поле работать с нашими тогда комбайн и там уже разгрузили на нашем синем КАМАЗе со спальником 45 143 работает там фитка так что вот такие вот у нас дела на этой уборочной тут осталось один клин добить буквально и перейдем с вами на большое поле тут у нас уже я даже не знаю хватит ли нам или не хватит чтобы добить ну в бункере место потому что видите стекло уже скрыло и сейчас счетчик перестанет считать а если счетчик перестанет считать значит уже больше 10 тысяч литров обходит 12 а потому как оно быстро наполняется может быть нам не хватит доехать до края но ничего страшного сейчас подъедет Алексеевич на КамАЗе ну там чуть дальше встал мы в него разгрузимся ну хороший комбайн вообще большая она такая производительность мне так реально нравится я думаю что в будущем надо будет еще брать что-то такое же мощное может быть тоже торм потому что мы реально офигительно тянет всю эту работу не хватило нам сюда смотреть так открываем шнек мы стоим ждем сейчас подъедет Алексеевич разгрузится и мы тогда с вами будем уже тоже пойдем на наше большое девятое поле так ну вот Алексеевич подошел разгружаемся красота да такой большой комбайн камаз разгружается так все выгрузились садимся в комбайн убираем шнек так ну и что приступим так давайте с этого края ровенько пойду можно кстати пойти рядом с тем комбайном давайте так и пойдем с той загонки пойдем и буду тут потом ходить как мне будет удобней где у нас эта загоночка комбайна поближе вот отсюда пойдем так вот давайте пора вне встану целый метр теперь не хочется все вот так вот все ну и погнали в общем наших городских 括 ш ш Продолжение следует... 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 Продолжение следует...